Субтитры создавал DimaTorzok Это место начинает действовать мне на нервы Проклятье, решетка закрыта Громок, осторожнее! Все это слишком хорошо выглядит, чтобы не таить обмана Если б только Льюин был тут, он бы открыл дверь в момент Придется справляться самим Думаешь, ты сможешь выломать решетку? Забудь, ясное дело, это обман Давай выбираться отсюда О, боги, так близко, и не достать Если б только у нас был ключ Погоди Ты слышишь звук? Смотри, ключи! Один из них должен открыть решетку Мы богаты! Пошли отсюда, Синделиус Очевидно, это обман, чтобы задержать нас Я узнаю его, когда увижу Да, он где-то тут Они все фальшивые Бросай это, пошли со мной Найду его, да Я должен найти ключ Богатство, мне не снилось Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ох, делай как хочешь И самое жуткое Ни один из этих ключей не подходит к замку И самое жуткое Ни один из этих... Вижу, лорд Шагарат не ошибся с выбором, когда послал тебя восстановить Зидиллиан Чем еще могу быть полезен? Третье помещение Зидиллиана Камера анафемы Она устроена так, чтобы следующее уже не понадобилось Здесь приключенцев встретит ужас, превосходящий все мыслимое Кошмарные видения, смерть и злоба поселились в этой комнате Если ты желаешь покончить с жертвами, можно оживить некоторые из трупов И наблюдать, как они утоляют свой голод Или же можно внушить испытуемому, что он умер И его душа покинула тело Отличное развлечение! Затем, так же неожиданно, как мы убили его Оживляем приключенца Очень мало кому удается выдержать такую пытку И не тронуться рассудком Пока у тебя отлично получается, так и продолжай Спокойно, Громок, спокойно Бывало и хуже Что еще тут тебе уготовано? Если только я найду, кто этим заправляет Я с них за все спрошу Что? Как я успел умереть? Обливи он меня возьми Это невозможно Меня никто не убивал Даже драки не было Умереть не в честном бою? Без шансов защитить себя? Почему? Невозможно Это невозможно Громока никогда не побеждали в бою Никогда Я не могу быть мертв Это просто не может быть Тебе удалось быстро положить конец попытке вторжения Шагара должен гордиться таким исполнительным учеником Теперь, если ты шагнешь на последний телепортатор Мы встретимся в приемной Там тебя ждет вознаграждение Не беспокойся Один момент И ты получишь свои трофеи По традиции В знак признания заслуг Ты награждаешься фокусирующим кристаллом Я распоряжусь Чтобы его послали во дворец И поместили в главном зале Если тебе захочется на него взглянуть О да, конечно Похоже, у воина-орка Громока Оказалось очень необычное оружие Никогда не видел ничего подобного Но, возможно, в его дневнике Содержится какая-то полезная информация Сверх того Возьми из сундука находок Все, что тебе приглянется Ты этого заслуживаешь Путь открыт Ты можешь покинуть подземелье В любое время Вверх по коридору Удачи тебе! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хотя призыв доставляет мне совершенно удивительные ощущения и совсем не утомителен, полагаю, лорд Шагарат желает вновь поговорить с тобой. Разве это не здорово? Я люблю это сам. Лучшая сторона бытия — дейтрическим принцем. Давай, попробуй еще раз. Ему нравится. А еще один вызов. Моего лорда это так забавляет. Что ж, это его суверенное право. Полагаю, твой практикум окончен? Хорошо, хорошо. Тебе понадобятся все возможные союзники, если собираешься победить Джиг-Галага и остановить серый марш. Да, не пытайся вызвать нашего любезного Хаскела куда-нибудь, кроме моего царства. Он не любит отлучаться от меня надолго. Иногда я его понимаю. Дейдрический принц порядка. Или бисквитов, или глины. Нет, нет, порядка. Неприятный, унылый, бесцветный, мертвый, скучный, скучный, скучный. И не поклонник моих творений, скажу тебе. Терпеть их не может. И меня. Несколько упертый и ограниченный, если ты понимаешь, что я имею в виду. Тебе встречались его рыцари. Не самые милые существа. Они еще и скучные, безжизненные, ни капли оригинальности. Короче, ты поможешь остановить его? Опять эти скучные детали. Придержи язык. Или я придержу. Мы придем к этому в свое время. Сейчас у тебя есть другая работа. Явление, движение, апокалипсис. Происходит каждую эру, в конце каждой эры. То есть сейчас. Приходит серый марш. И джигалак идет. Или бежит. Никогда не скачет, не прогуливается. И не тащится. Обычно он просто уничтожает все вокруг. Прошу. Прошу. Я не прошу. Я велю. Это мое царство. Помнишь? Мое творение. Мое владение. Мои правила. Посмотри на себя. Никакого понятия о том, где находишься. Никаких знаний об окружении. Ты, вероятно, даже не понимаешь. Где ты? Не так ли? Думаю, немногие понимают по-настоящему. Но дело сейчас не в этом. Мы хотим дать тебе возможность попробовать этот мир на вкус. И тогда ты поймешь. Две половины, два правителя, две области. Познакомься с ними. Сделай, что они пожелают. И ты узнаешь, что они из себя представляют. Герцог Мани и герцогиня Деменции. Ты нанеси им визиты. И они дадут тебе понять, что такое Ньюшиот. Возможно, это тебя удивит. Когда ты поймешь, что представляет собой мое царство, ты сможешь также осознать, почему важно ставить его таким, как есть. А может быть, тебе удастся с кем-нибудь завязать дружбу. Это всегда приятно. Герцогиня Деменции всегда на стороже, всегда в тревоге. В каком-то смысле пленница в собственном доме. И замечательный собеседник. Правда. С ней немного труднее встретиться, чем с Тейдоном. А забудься назначить встречу. Герцог Мани правит давно уже. Мастер удовольствий, если тебе угодно. Впрочем, подозреваю, что для него не важно, угодно тебе или нет. Да, приходи еще. Или я выбью тебе глаз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, приходи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать в дом Маньи. Добро пожаловать в дом Маньи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать в дом Маньи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать в дом Маньи. Можешь ли ты представить, сколько мне пришлось ждать? Не думаю, что можешь, хотя я могу ошибаться. А также могу не придавать этому значения. Итак... Добро пожаловать в дом Маньи. Да, да. Возможно, так. Или я вовсе не ждал. Вечно и никогда. Почти одно и то же. Не так ли? Как ты отличишь одно от другого, если шмякнешься посередине? Не отвечай. Я знаю ответ. Он пришел ко мне во время смакования еды. Не слишком хорошая еда, кстати. Слишком большой пирог. Пирог, обманчивая штука, не так ли? Не отвечай. Теперь, когда вечность закончилась, и ты здесь, тебе пора уходить. Да, уходить. Тебя ждут дела в местах весьма удаленных отсюда. Чаша инверсии ждет тебя. Когда я говорю тебя, имея в виду себя, но для чаши это безразлично. Одно заканчивается, другое начинается. О, так разговоры о ней и до тебя доходили. Слыхом никогда не слыхивали, а название знаем. Какое странное существо. Одна из моих любимых игрушек. Способствует приливу творческих сил. Да, не сама, но помогает. Эти элитры, они умненькие маленькие жучки. Вот что скажу. Понимаешь смысл? Смотри. Принимаешь фэлдью, затем используешь чашу, и мир становится ярче, а жизнь счастливее. Честно. Но теперь ее нет. А значит, я не могу употреблять фэлдью, потому как последствия неприятные. Я имею в виду очень неприятные. Разрази ее гром. Мы цепляемся за эфемерные вещи, даже если делаем ошибки. Я знал, и все равно шел на поводу своих желаний. Я потакал и ей. Хе-хе-хе-хе. Это была страсть запретная. То, о чем говорили бы, если бы это выплыло наружу. Это делало все еще более притягательным. Из собственного дворца деменции не меньше. Скандал. Возможно, фатальный. Но страсть не знает компромиссов даже для сохранения себя. Не знаешь? Если нет, можешь познакомиться. Хотя вряд ли она тебе понравится. Не тот тип. Борьба противоположностей, как ни странно. Все эти наслаждения и боль недоступны сейчас. Будто никогда и не было. К сожалению, и чаша недоступна. У меня нет никакого желания бежать за ней самому. Но если ты ее добудешь, можешь поиметь определенную выгоду. О, моя голова раскалывается. Ты видишь это? Мне надо прилечь. Найди кого-нибудь, кто расскажет остальное. И добудь чашу. Добудь чашу. В первую очередь с управляющей. Если б мы только могли чаще встречаться. Приветствую. Я Аня Херик. Я служу Леди Сил. И она позволяет мне оставаться под защитой Дома Деменции. Я ей так благодарна. Проблема Тейдона не моя. До свидания. Как поживаешь? Я бы сказала, на вид очень даже неплохо. Я Сантаэр. Проведи со мной одну ночь, и я объясню тебе, почему, говорят, любовь зла. Уверена, у меня есть то, что тебя заинтересует. Нужно идти. Ждут дела и встречи. Так, беседа с Тейдоном состоялась. Вижу это. Такие беседы накладывают определенный отпечаток на людей. Возможно, он упоминал меня. Или было еще что-то другое, о чем тебе хотелось поговорить. Я не задаю слишком много вопросов о Тейдоне. Она дорога ему, и только это имеет значение. Остальное его частное дело. Но разве он не упоминал, где она находится? О, вижу. Умно с его стороны. Твоя проблема достать, его получить. О, добрый Тейдон. Твоя цель, корневая нора, друг мой. И цель та еще. Да, да. Удивительное место. Конечно. Чаша должна быть там. Разве ты не видишь? Это элитры. В них все дело. Чаша, фелдью, элитры. Все взаимосвязано. Одно без другого добра не приносит. Только яд. Ох, тебя ждет нелегкий путь. Некоторые элитры? Отлично от прочих. Тебе нужно добыть от них фелдью и съесть его. Не сможешь войти без этого. Но как только ты сделаешь это... Тебе придется постичь все самолично. Так он хочет. Обучиться. Получить опыт. Я больше ничего не могу сказать. На рак с северо-востоку от Нью-Шиота. Ох, негоже об этом говорить. Имею в виду задание, данное тебе Тайдоном. Ты мне нравишься, малыш, но я не буду вмешиваться в дела Тайдона. Еще увидимся. Вилка для большеголового. Ох, куда же мастер положил вилку? Она поет одна, вдали от дома. Бедная вилка. Бедный, бедный большеголовый. Вилка. Драгоценная, драгоценная вилка. Слушай, как она поет большеголовому. Красивая, совершенная вилка щекотки. Но она исчезла. 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 Нет больше песен. Нет больше звона. Взято у большеголового и не возвращено. Так случилось, когда большеголовый пришел сюда. Мастер перенес меня. Шептал крики. Песни безумных богов. Песни плохих богов. Мягче, мастер. Мягче. Мягче. Она куда-то пропала. Но она вернется. Она всегда возвращается. Она рядом. Большеголовый чувствует это. Вилка щекотки. Я слышу, как она поет. Песня о доме. Она опять возвращается. И несет дары. Но ее нет здесь до поры. Скоро будет. Ты найдешь ее. Принеси вилку. Слушай музыку. Музыку тревог. Музыку дорог. Пой. Чтобы все смогли услышать. Поговори с нищим. Поговори с Болвингом. Он знает тайны. Но никто не может услышать их. Никто, кроме Большеголового. Возьми талисман Большеголового. Слушай Болвинга. Он говорит Пултона. Но его разум чист. Он откроет тебе тайну. У кого есть вилка? Да прибудут с тобой песни вилок. Него eso? Шучки. О, иди, святошки. Мы кто-то тоже играли. Уголкнем. У happens. Нету. Неbel Sciences и energía. Чем могу служить? Пустяки, просто пус... Подожди. Ты понимаешь меня? Замечательно. Я уже давно не могу ни с кем нормально поговорить. Какой приятный сюрприз. Раньше только Большеголовый мог понять меня. А он только и думает, что об этой вилке. А, да, вилка щекотки. Слышал о ней. Выходит, лорд Шагарат вернул ее на острова. Неудивительно, думаю. Он радуется своим игрушкам. Последнее, что я слышал, какие-то еретики захватили ее. К сожалению, и зелоты почитают вилку важной. Уже некоторое время две группы дерутся за нее. Береги себя. Как только выпадет минутка, приходи еще, поболтаем. Какая-то проблема. Салют. И наред награждает сапогами крестоносца лишь достойного рыцаря. Приятно услышать, что кто-то опять... Да? Что? Доводилось видеть мое представление? Я Тейдил, жонглер. Уверена, слухи обо мне не прошли мимо твоих ушей. О, кого я пытаюсь обмануть. Скорее всего, тебя привело сюда желание посмеяться над самым плохим жонглером в мире. Говорят, в Хайкроссе некто пытается составить каталог флоры и фауны островов. Увидимся. Говори, гражданин. Говорят, гражданин. Говорят, гражданин. Говорят, гражданин. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Я Думак Грабонг, лучший кузнец в городе и самый красивый. Я знаю секрет работы с янтарем. Возьми этот список. Тут описано, что мне нужно. Янтарь — это смола, которую можно найти в туннелях корневой системы и на трупах гнарлов. Из него получаются отличные легкие доспехи и оружие. Я единственный знаю древнее искусство обработки янтаря. Я могу даже создавать волшебные предметы. Незадолго до смерти моя наставница разложила в разных местах множество матриц. Там, где они могли бы впитать магическую эссенцию нашего мира. Так же сделаю и я, когда приблизится мой конец. Найди мне одну из этих матриц и принеси нужное количество янтаря. Я сделаю для тебя волшебный предмет. Пока, дорогой. Добро пожаловать обратно. Что я могу для тебя сделать? Как хочешь. Я был бы счастлив сделать для тебя янтарные доспехи, но не хватает янтаря. Прогляди список, что висит на стене. Доспехи и оружие. Может, не самые красивые, зато для дела в самый раз. Увидимся. Говори, гражданин. 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 Продолжение следует...